Этого не было 25 лет. Чемпионаты первенства России по кикбоксингу в разделе «Фуллконтакт» в Барнауле. Больше тысячи участников и 60 регионов. Как столица Алтайского края готовится к такому крупному турниру и что увидят зрители. Поговорим сегодня в студии. У нас в гостях президент Федерации кикбоксинга Алтайского края Вячеслав Перерядов. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и давайте наших зрителей познакомим с таким турниром, как чемпионаты первенства России по кикбоксингу и на полторы минуты кинем свои взоры на видео. С удовольствием. От взгляда до дыхания, от силы покаяния, до праведного боя с самим собой. Это наш город, наш край, наш спорт. Это кикбоксинг, покажи, кто здесь, боссы. Впервые в Барнауле. Чемпионат и первенство России по кикбоксингу в разделе «Фуллконтакт». Более 800 участников со всей страны. 25 апреля – аккредитация бойцов. 26 апреля – грандиозная церемония открытия в 13 часов. 30 апреля – яркие галофиналы. Ледовый дворец Титофарена. Кикбоксинг. Больше, чем просто спорт. 2022 год. В тебе сила бойца до конца. Верь в себя. Ты – чемпион своей жизни. Ну что, такой вот ролик мотивирует и спортсменов, и зрителей. Давайте начнем по порядку, такую хронологию выстроим. Когда вообще стало известно, что чемпионат и первенство России будет проводиться у нас в Барнауле? И с чего все началось? Ну, начнем с того, что шли мы к этому порядка пяти лет. Это достаточно непросто было прийти к тому праву, которое мы сейчас имеем, да, это провести чемпионаты первенства страны. Самый главный старт в кикбоксинге в России и сегодня проходит у нас. То есть, этому предшествовала большая работа и убеждение руководства, и убеждение руководства с точки зрения результатов работы федерации. Вы знаете, что, ну, в целом наша команда показывает стабильно, очень достойный результат. Также два года назад мы провели крупномасштабный также спортивный старт, посвященный 25-летию со дня образования спортивного клуба «Стик». И, ну, собственно, имея этот опыт, показывая результаты, вот мы пришли к тому, что нам оказали вот такое доверие Федерация кикбоксинга России, да. Для нас это большая гордость и честь провести чемпионат России по кикбоксингу именно в Барнауле. Но были определенные сложности. Мы с вами знаем, что город Барнаул территориально находится не совсем в удобном месте, логистически, наверное, даже так, территориально в очень хорошем месте находится город Барнаул. А логистически именно со всех регионов страны добираться до Барнаула – это либо через Москву, либо на Новосибирск. И это, наверное, был одним из главных таких сложных моментов в принятии решения. Но на президиуме вот в декабре я выступил тоже, как бы, еще раз с предложением, с намерениями провести и с готовностью провести этот чемпионат. Ну и одним из аргументов было, что у нас впереди 22-й год, 22-й регион, поэтому, ну, магия цифр, чемпионат должен быть на нашей земле. Ну, я, ну, сегодня мы видим, что наши коллеги руководства отнеслись к этому с пониманием, еще раз говорю, доверие очевидно. И сегодня чемпионат и первенство страны мы встречаем у нас на нашей алтайской земле в городе Барнауле. – На карте российского уровня алтайские спортсмены на каком этапе, так сказать, именно в качестве мастерства? То есть мы конкурентоспособные, мы чемпионы, давайте так называть. – Ну, наверное, одна из самых сильных школ в российском кикбоксинге – это Сибирь. Сибирьские ребята, они на уровне России очень достойно себя показывают. Да не только на уровне России, мы знаем успехи наших ребят и на мировых рингах, и чемпионаты, и первенства Европы, и мира. Поэтому, если говорить о конкуренции, ну, наверное, самая серьезная конкуренция в Сибири у нас – это Красноярск. Также в центральной части есть ребята достойные. Ну, что говорить, команда по кикбоксингу России – это номер один в мире. Поэтому уровень кикбоксинга именно в России находится, ну, на достаточно серьезном уровне. И поэтому конкуренция будет высокая, бои будут напряженные, интересные. И я думаю, что каждый спортсмен, который приедет к нам и который будет выходить на ринг, он, естественно, идет за победой. Он, естественно, очень опытный. Как правило, на такие старты новички не выходят. Поэтому он идет за мечтой, как поется у нас в нашем гимне. Ну, я думаю, наши телезрители в группе ВКонтакте его послушают. Да. А на какой сейчас стадии в организаторской части? Давайте так. Ну, стадия финальная. Мы выходим на финишную прямую. На следующей неделе мы и в конце этой недели мы уже принимаем наших гостей. На сегодняшний день заявилось порядка тысячи участников. Это очень серьезная цифра. Сами представьте, тысячи спортсменов приедут к нам в город Барнаул для выступления. И на арене, где будет проводиться этот чемпионат, это Титов-арена, будут стоять четыре ринга. Соревнования будут проходить в четырех возрастных категориях. Разыгрывается 80 наград. Значит, 61 – это первенство России, 19 – это мужчины и женщины. Поэтому напряженные поединки нас ожидают. Очень интересное зрелище. И, конечно, ждем победы среди нашей команды. Наша команда на сегодняшний день – это 92 человека. Поэтому сейчас проходят сборы, третий, завершающий этап сборов. Поэтому команда находится на таком уже конечном этапе, где в большей степени идет работа с психологией. Чтобы стать чемпионом, нужны не только физические данные, технические данные, но еще и готовность им стать. То есть чемпион – это должно быть состояние души, сознания и психологическая готовность именно быть чемпионом. В большей степени уже спортсмены на таком уровне, тем более если мы говорим о финальных поединках, в большей степени это идет борьба моральная, сила духа, характера и терпение, выдержки, стратегии, тактики и так далее. То есть тут уже высший пилотаж в нашем виде спорта на таком уровне соревнований. Насколько родные стены помогут Алтайскому краю? Мы уверены, что наша земля, наша сильная земля, которая действительно славится великими людьми, великими предками, поможет нам показать высокий результат выступления на этом старте. Среди нашей команды, еще раз скажу, что много достойных ребят, много талантливых ребят, которые действительно заслуживают и достойны стать чемпионами. Одна из самых многочисленных еще по заявке. Ну, безусловно, Россия домашняя, поэтому максимально выставили мощную и многочисленную команду. На турнир еще уже известно, что приедет президент Федерации России Бату Хасиков. Как его приезд повлияет на развитие, может быть, кикбокса в Алтайском крае? Насколько я знаю, что будет встреча с губернатором, что они там будут обсуждать? Ну, приезд такого важного и дорогого гостя, напомню, что Бату Сергеевич Хасиков, он является чемпионом мира среди профессионалов. Это очень достойный и сильный спортсмен. В свое время выиграл у Замбидиса, известного, хорошего парня. Да, поэтому для нас это подтверждение еще раз уровня и статуса соревнования, которое будет проходить. Ну, и еще раз повторюсь, это, конечно, большая ответственность и гордость, что именно президент Федерации России едет к нам. Да, действительно, ожидается встреча двух губернаторов. Это тоже историческое событие, на самом деле, для нашего региона. Поэтому, ну, дата приезда у нас за основу мы брали либо 26 число, либо 30 число. Это галофиналы, 30 апреля, это будет суббота. Вот сейчас графики согласовываются, дата приезда уточняется. Но на сегодняшний день есть информация, что Бату Сергеевич посетит наш чемпионат, поэтому мы к этому готовимся. Ну, это еще раз бодрит команду, чтобы показать высокий достойный уровень. Давайте немножко такой информационной информации, да, уместная тавтология для телезрителей. Когда приходить на Титов-арену, когда смотреть бои и что они увидят? Ну, значит, программа и мероприятия следующая. 26 число, в 13.00 будет открытие чемпионата и первенства страны. В рамках открытия, ну, естественно, мы подготовили определенную программу. Я думаю, что нашим жителям будет интересно, жителям и гостям будет интересно посмотреть эту программу. Также будет парад участников соревнования. И далее будут предварительные поединки чемпионата и первенства страны. Далее, значит, в течение трех дней будут идти предварительные поединки. Далее мы выходим 29 числа на финальные поединки первенства России. Далее у нас награждения. Финальные поединки первенства России – это тоже достойное очень зрелище, потому что ребята, вот, юниоры и юниорки показывают очень высокую подготовку, высокий уровень у нас сейчас. И 30-го числа – это финальный день чемпионата, где будут разыгрываться 19 чемпионских поясов, значит, 19 весовых категорий среди мужчин и женщин. Ну, это самые сильные кикбоксеры страны, те, которые дойдут до финала и будут бороться за звание чемпиона страны. То есть это, условно, та цель, та мечта, за которой идут наши спортсмены. Но без таких грустных новостей нам все-таки не обойтись. Насколько сегодня известно, наши спортсмены не могут выступать на международных турнирах. Не будет ли такая легкая потеря мотивации у спортсменов? Все-таки попадание в сборную и выступание на чемпионы мира Европы? Да, вы знаете, у наших спортсменов и у нашего народа российского очень высокий патриотизм. И была Европа, был мир, это, конечно, замечательно. Да, мы доказывали, что мы лучшие на международных рингах. Но надо сказать, что самым главным стартом, так или иначе, является чемпионат и первенство страны. Так как это самая сложная, основная площадка спортивная, где спортсмены проходят. И первые номера, первые и вторые номера уже сборной страны, как правило, это либо финалисты, либо чемпионы первенства Европы и мира. Поэтому, еще раз повторюсь, чемпионат и первенство страны, именно российский уровень, он является таким основным и самым сложным. И показательным профессионализмом кикбоксера. Ну и кратко можно подвести итог, как сейчас у нас кикбоксинг развивает в Алтайском крае. То есть он популярный, популярнее становится. Ну, работа ведется, команда достойная, порядка трех тысяч ребят у нас занимаются в крае кикбоксингом, но мы всегда говорим о том, что нам есть куда расти, и это очевидно. Конечно, впереди есть определенные планы развития нашей федерации, вовлечения все больше и больше ребят в наш вид спорта, развитие в части инфраструктуры, это тоже очень важный момент. Конечно, сегодня мы имеем и в городе Барнауле, и по региону 16 отделений, 16 залов. Но, тем не менее, этого на сегодняшний день недостаточно потребность в гораздо большем количестве залов, что, собственно, мы будем продолжать делать, развивать, открывать. Ну и, конечно, хотелось бы, наша мечта, это дом кикбоксинга, то есть хотелось бы обрести вот большой спортивный зал, который оборудован будет непосредственно под единоборство. Но это еще одна из наших целей, так сказать, к которой мы будем идти. И надеемся, что с учетом того, что сегодня региональное правительство очень хорошо помогает, и мы видим очевидное развитие спорта, и я думаю, что этого не придется долго ждать. Мы очень надеемся, что у нас в городе Барнауле появится достойный зал единоборств, большой, светлый, где мы можем проводить и соревнования городского, регионального уровня, ну и, собственно, расти чемпионов, что является нашей основной задачей. И прославлять наш регион, нашу страну, наш город Барнаул. Без этого никуда, я думаю, так и будет. На этом наше время, к большому сожалению, подошло к концу. Встречаемся на Титов-арене с 26 апреля на чемпионате и первенстве России по кикбоксингу в разделе «Фуллконтакт». Спасибо. Спасибо.